Или вы что думаете, что я не хочу категорию D? Да я хочу категорию D, я хочу полностью открыть все свои права. И D, и E, и C, естественно. Меня закрыли от самолётостроения, но меня не закрыли как от автомобилей. Вы понимаете, да? То есть автомобили это то же самое, но большие автомобили, пункт номер один, вы везёте не только себя, а самое главное, вы везёте пассажиров. И вы всегда сто процентов приедете, потому что большие автомобили обслуживаются, есть специальные мастера, которые это делают. И почему мы приехали сюда? Да потому что мы хотим вам показать, что ездя на автобусах, вы не только реально экономите, вы получаете больше удовольствия. Да, это немножко длиннее, чем на Блаблакаре. Блаблакаре, простите меня. Но тем не менее вы сто процентов доедете, и вы ещё застрахованы. Разговор немного другой. В чём суть вашего переезда или перемещения, мне без разницы, когда вы себе берёте других людей. Ну, это называется как бы попутчики. Мне лично больше нравится беседа. Я вижу историю России в текущий день, и не только в Магнитогорске. Ну, может, деньги, но не та суть. При длительном переезде вы сами тратите деньги. Но при длительном переезде проще и спокойнее ехать на автобусе. Вы хоть застрахованы там по полной. И, о чудо, вы в автостопе. Это дивная передачка уже 22 года, как в эфире. И я-то вижу, что делается сейчас, и что было, когда машины не ломались. Ломается сейчас всё. У автобуса сервис на уровне и держится, благодаря постоянной замене комплектующих. Так что, не только я за автобус. Почему вы пользуетесь автобусом? Привык. Привык. Ну, спокойненько, да, без всяких тараканчиков. Да. Сели и приехали, да, ведь? А ещё можно сказать автобуснику спасибо за то, что Рону приехал? Конечно. То есть, у вас есть дома машина? Да. А почему пользуетесь автобусом? А потому что можно рулём. Но, в принципе, в автобусе спокойненько, да, ведь? Едите и не паритесь. Да. Да. На таксине езжу точно. На таксине едите. Проще автобус. Доча автобус. Надёжно. То есть, спокойненько можно, да? Да, все спокойненько вас привезли, да? Конечно. Но всё равно спокойненько, да, ведь? И страховка есть, да, ведь? То есть, сто процентов знаем, что доедем. Это точно. На машине на работу, а мы вот едем в гости. Ну, вопрос простой. Почему автобус? Ну, потому что больше ничего туда не ходит. Ну, такси. Ну, такси. Ну, зачем такси, когда автобус сто процентов приедет? Ну, да. Проще спокойненько ехать на автобусе, да? Да, на автобусе. Это меня больше устраивает. Там спокойно. А вот насчёт того, вы же были за рулем? Да, у меня 13 лет стажа водительства. А почему автобусом пользуетесь? Потому что машина перевернулась вместе со мной. 13 ноября я её разбила. Ну, теперь всё равно спокойненько. Можно сто процентов доехать, да, ведь? Можно сто процентов доехать. Всё, спасибо большое. Ну, у вас есть, да, находится в осень. А почему вы всё-таки на автобусе едете? Сапах. А почему на автобусе? А? Да, потому что всё хорошо, поэтому и на автобусе, а не пешком. И сто процентов доедем. Конечно. Вот тебе правило. И те, кто сломался, и те, кто не хотят проблем, едут на автобусе. Мало того, благодарят водителей. И как человек, и верующий, и знающий о Господе нашим едином, благодарность – это удовольствие. И это звучит не едино. Сколько лет обучались? Где? На вождении автобуса. Давно обучался. Давно обучались, да. Но, тем не менее, знаете, да? То есть, у человека, допустим, если сердце встало, знаете, как ему помочь, правильно? Конечно. То есть, если у человека рука сломалась, естественно, да? Да. В некотором количестве может и родом помочь, правильно? Родом? Ну… Ну, понимаете, о чем идет речь. Это как-то нужно было сделать. Давайте еще-таки определим, что работаем для себя. Всегда приятно, когда к вам обращаются, когда вам говорят спасибо, правильно? Да. И это хорошо. Хорошо. Потому что рано или поздно у нас в городе Магнитогорске даже военной кафедры-то и нет. Вы либо тогда поведете, либо позже поведете вы туда. Ну, кем работать еще? Водителем, как бы. У меня имеются все категории. Я, тем не менее, работаю на категории D. И нравится? Нравится, да. Сколько вы работаете водителем? С девятого года, как сдал на категорию D, пришел экипаж. И об этом не жалею. Ни капельки, да? Ни капельки не жалеете? Ни капельки не жалею. Потому что, во-первых, и ответственное начальство, директора. Это Матвиенко Борис Васильевич, Белов Сергей Александрович. А также механик Павлов Владимир Николаевич. Ну и все водители. Потому что относятся с уважением. Если к ним по-хорошему, и они к тебе. Всегда можно за советом обратиться, за помощью. Они никогда не откажутся. И вопрос такой. Ну, все-таки под Богом ходят, правильно? Да. А когда вам говорят спасибо, это тоже хорошо? Это очень приятно. Даже мелочи какую-то делаешь. Мелочь довозишь кого-то. Или даешь конфеты. У меня всегда конфеты с собой. Говорят спасибо. Это очень приятно. Россия, как бы, страна не маленькая. Это самая огромная страна на свете. Совместить все воедино. И это не ЖД вокзалы. Это только автобусы. И, зная тот факт, я бы крайне думал о категории Д. Везде и всюду вы будете нужны. И по части событий вам будут благодарны. Рано или поздно двигатель изменится. Но без автобусов перемещения, а значит нормальной жизни, нет. Как нет и нормального государства. Как вы прекрасно понимаете, люди ездят. Людям это нравится. И в некотором смысле, в некотором смысле, если вы будете перемещаться в гордом одиночестве, то автобус это максимально вкусно. Другой вариант, если вы, конечно, поедете в большой компании, но часто ли вы куда-то перемещаетесь в большой компании. Вот это вопрос. Если часто, то езжайте на своей машине. Лучше на газу. Даже однозначно лучше на газу. Но все эти машины, они сами ездят на газу. И это и есть ваша экономия. Вы внимательно посчитайте. Просто легко возьмите в руки калькулятор и посмотрите. Вы 100% приедете. Даже если что-то случится, вы в любом случае застрахованы. Вы в любом случае застрахованы. А вот я не думаю, что когда вы куда-то садитесь, ездите на левом или на правом полупупе, я имею в виду, что настоящие машины, которые должны перевозить вас, это как бы не в России еще производится. Настоящие машины это Ford, Econoline, Excursch. Ну, из той оперы, понимаете? Нормальные машины. Американские нормальные машины. Сколько их у нас? Да их у нас очень мало. Получается, что проще всего ехать все-таки на автобусе. Как это сделал очень хороший человек. Не в курсе событий? Посмотрите внимательно кино. Да-да-да-да-да-да-да. Тот самый крутой специалист. Он всегда ездил на автобусе. Хотя у него были права.